так меня зовут евгений я начну сегодняшний разговор с того что покажу новый функционал который мы реализовали QR-код камера навели вот так это выглядит и что у нас появилось у нас появилась возможность по клику менять информацию слайд вот что слайд слайд слайды да то есть появилась возможность делать мульти проекты фактически мы можем переключаться теперь между визитками мы можем переходить например если это магазин и нужно показать разные отделы то мы можем переключиться и показать другую информацию у нас достаточно часто был такой запрос с абсолютно разных сфер например переводчики хотят показать информацию на одном языке и на втором по клику переключиться магазины афиши показать кинотеатры то есть ну абсолютно разные направления требуют скажем так необходимости добавить больше информации а если информации больше то нужно каким-то образом переключаться между между проектами вот сейчас есть клиент которому делаем шесть видеороликов в одном проекте по клику можно переходить и смотреть то видео которое человеку интересно так нас стало прилично больше давайте еще раз продемонстрирую очень коротко и быстро вот таким образом это работает это было достаточно сложно если заказать такую такой проект у разработчиков то далеко не каждый специалист возьмется за решение такой задачи в веб-ар в мобильном приложении реализовать это проще там шире функционал дополненной реальности в браузере который открывается без скачивания мобильного приложения это сложно специалист такого уровня стоит от пяти тысяч долларов в месяц зарплата у него я говорю про среднюю зарплату есть зарплаты высшие 7 8 тысяч в маленьких городах наверное может быть и если есть такой специалист он может получать две-три тысячи долларов силиконовая долина покупает талантливых разработчиков уже по 20 тысяч долларов в месяц они подняли цены ставки они скупают мозги за фактически нереальные деньги для наемного сотрудника 25 долларов готовы платить разработчику к чему это все говорю к тому что он наш функционал расширился а стоимость которую может заплатить сейчас человек и получить подобный проект не поменялось то есть то что стоило еще полгода назад несколько тысяч долларов и требовала несколько месяцев минимум разработки сейчас доступно за 24 евро в год это очень интересно и сейчас мы выходим на рынок рекламы индустрия рекламы это огромный рынок который позволяет с нашим продуктом строится 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 фактически в любую компанию в любое маркетинговое агентство в любую полиграфию в любую там дизайн студию и так далее то есть рынок рекламы состоит из рекламодателя ну субъекты рекламного рынка рекламодатель есть рекламный агент в широком смысле этого слова и клиент непосредственно вот мы производитель рекламы в дополненной реальности мы готовы работать как с конечным клиентом готовы предоставить услугу по созданию дополненной реальности мы можем предоставить инструмент для создания дополненной реальности и мы можем работать с агентствами рекламными агентствами на субподряде Это распространенная форма работы, когда передается заказ узкоспециализированному агентству, как правило, который производит какой-то вид рекламы, либо видео, либо 3D графику, либо дизайн делает. Мы встраиваемся сейчас в этот рынок. Мы находимся на этапе фактически MVP, то есть минимально жизнеспособный продукт. Уже мы оттестированы, получена обратная связь, то есть тот функционал, который сейчас представлен, он работает на должном уровне. То есть нет каких-то там багов, недоработок и каких-то проблем. Есть у нас широкие возможности понимания того, к чему мы идем, и план на ближайшие минимум полгода. То, что мы расширимся по функционалу, улучшим интерфейс, улучшим сам редактор, возможность создания более удобной, шаблоны сделаем и так далее. То есть впереди большой интересный объем работы, и сейчас есть возможность первыми на русскоязычном рынке войти в рекламу дополненной реальности. Конкуренты появляются, точнее как, я знаю, что ведутся разработки некоторыми компаниями, знаю, что есть на англоязычном рынке, но они на порядок дороже. У них несколько другой фокус внимания, другое ценообразование. Ну, в общем, многие вещи не такие, как у нас, но некоторый функционал абсолютно такой же, как у нас. То есть человек может зарегистрироваться и начать создавать проекты в дополненной реальности. Ну, например, я очень глубоко изучил рынок и разработчиков, и подобные конструкторы. Фактически каждому я написал, но были такие, которые просто не ответили, хотя несколько раз писал на их родном языке. Ну, вот так работает техподдержка. Соответственно, если работать с компанией, которая не может оказать техподдержку, ответить на вопрос, то работу строить очень сложно. Мы клиентоориентированы, и сейчас мы развиваемся по классическому и сетевому направлению. То есть у нас работает 10-уровневая партнерская программа, и отдельно мы предоставляем возможность работать с нами агентством, которые не всегда понимают преимущества партнерской программы, и им понятнее покупка оптов и продажа в розницу. То есть мы предоставляем эксклюзивную цену при объемах определенных и позволяем зарабатывать. Сейчас в наших планах сделать несколько качественных видеороликов, которые покажут преимущества технологии нашей, в которых мы сделаем предложение представителям рекламного бизнеса, и покажем для конечного клиента, как работает эта технология и где ее можно использовать. Конечный клиент в нашем случае – это предприниматель. Это компании, которые дают рекламу, которые печатают различную рекламно-информационную продукцию, которые участвуют в выставках и так далее. То есть предприниматели и бизнес в нашем случае – это конечный наш клиент. То есть, соответственно, для наших партнеров будет в ближайшее время удобный инструмент, который позволит наглядно показать, что же такое дополненная реальность, и долго не объяснять ее преимущества. Особенность нашего продукта в том, что пока его не попробовал, пока не сосканировал QR-код, очень сложно или практически невозможно понять, о чем идет речь. Особенность, если человек этого не видел. Поэтому всегда, когда… Ну, рекомендую, да, если вы кому-то рассказываете о том, что такое реклама в дополненной реальности или оживающая полиграфия, ну, просто дайте визитку, сделайте себе визитку, наведите камеру телефона своего, либо попросите открыть камеру человека, которому вы показываете, и пусть увидит, как это работает. Это была небольшая такая вводная. Я хочу сакцентировать внимание на том, что сейчас огромный интерес к этому продукту. Буквально вчера вот мы общались с одной крупной украинской компанией, которая, по-моему, с 2018 года, они с дополненной реальностью работают. И сейчас они по-новой посмотрели на это направление, потому что раньше они работали через мобильное приложение, которое действительно неудобно было скачивать клиентам, чтобы контактировать со слоем дополненной реальности. Сейчас все выходит на новый уровень. В мобильные телефоны встроен сканер QR-кодов, и можно удобно показывать дополненную реальность. Коротко о преимуществах. При наведении на QR-код мы можем показывать достаточно большой объем информации. Мы можем фактически презентовать любой проект, любой продукт, просто наведя камеру телефона на QR-код. Также мы можем позволить клиенту перейти в любой источник в онлайн, то есть либо на сайт, либо в мессенджер, либо в социальную сеть. Это те преимущества, которые, скажем так, сложно чем-то заменить, кроме как стандартного классического QR-кода, который, к сожалению, ведет только на один источник. А мы не знаем, куда лучше вести нашего клиента. Если мы предложим Telegram-канал, то не у всех есть Telegram, не все им пользуются активно. И человек не захочет переходить в Telegram-канал после наведения на QR-код. Кто-то перейдет на сайт и закроет его и так далее. Удобно, когда мы сразу обращаемся с рекламы к клиенту и даем возможность выбора и вовлекаем его из оффлайна в онлайн. То есть поднимаем тем самым конверсию и увеличиваем эффективность наружной рекламы, внутренней рекламы и печатной продукции. Вот. И компании, в первую очередь крупные компании, они уже давно либо смотрят на дополненную реальность, либо уже заказывают ее. За большие деньги заказывали несколько лет назад, потом это становилось чуть более доступно. И сейчас практически каждая компания имеет возможность встроить в свой бизнес такой инструмент. И наша миссия – донести эту возможность до людей. Поэтому в ближайшее время мы, как я уже сказал, подготовим инструменты удобные и будем представлены на различных выставках, связанных с рекламой, с печатной продукцией, с маркетингом и так далее. То есть планы – выходить на нашу целевую аудиторию. И те партнеры, которые в этом активно будут участвовать, будут зарабатывать на этом хорошие деньги, потому что мы это предусмотрели. Ценовую политику долго выстраивали и пришли к тому, что партнерская программа позволит нам с минимальным бюджетом на старте, хотя не факт, что это в целом как бы целесообразно было для нас, но решение было принято такое, что мы делимся с партнерами на постоянной основе, мы это правило менять не будем, так как нам интересно работать с теми людьми, которые увидели эту перспективу и вместе с нами будут развивать этот проект. Так как, скажем так, одним отделом продаж это сделать сложно, нужно отвечать на вопросы, нужно показывать, демонстрировать. Вот, мы пошли путем партнерской программы. Я готов ответить на вопросы, возможно, на любую тему, то есть либо партнерская программа, либо концептуальные какие-то вопросы. В общем, все, что есть, можете, или можете сказать, поделиться обратной связью, как у вас, какая была реакция у людей, которым вы показывали дополненную реальность и так далее. Свободной формы, включаемся у нас. Добрый вечер. Поговорить. Да, Елена, здравствуйте. Меня видно, меня слышно? Видно, слышно, говорите. Отлично. Евгений, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какой максимальный по продолжительности может быть видеоролик, который на главном экране? Оптимально 3 минуты. А максимально? Максимально до 5 минут можно сжимать, там зависит от качества, тогда будет, может быть, чуть хуже качество. Если ролик больше, если ролик больше, то может подвисать телефон, поэтому не рекомендуем. То есть технически мы его можем вставить, но не рекомендуем. В случае, если нужно показать ролик, например, 15 минут, или там что-то вообще более большое, там 45 минут, возможно, да, какую-то презентацию, вот, можно просто это выкладывать на YouTube, делать короткий промо-ролик до минуты и рекомендовать по ссылочке перейти прямо из дополненной реальности. У нас есть возможность сделать большую кнопку с призывом к действию, да, перейдите на полную версию. Вот, человек кликает, переходит уже в YouTube и спокойно смотрит любой продолжительности ролик. Хорошо, спасибо, до свидания. Да, до свидания. Какие есть еще вопросы, предложения, пожелания? Смотрите, вся эта система, вот для меня, например, я покупаю сейчас годовой абонемент, правильно? Да, да. Я делаю свои визитки, эти визитки работают ровно до того момента, пока абонемент оплачен. Как только у меня прекращается оплата абонемента, визитки превращаются в тыкву. Да, почти так. У нас, как реализовано, если это компания, которая имеет свой сайт, которая имеет свой сайт, мы не блокируем полностью QR-код, мы его переключаем из QR-кода дополненной реальности, он превращается в обычный QR-код, который ведет по одной ссылке. тем самым мы лояльно настроены и проявляем определенную лояльность к компании, чтобы не получилось так, что распечатано там, не знаю, 100 тысяч QR-кодов рекламной продукции, и потом просто клиент забыл оплатить по какой-то причине, у него отключилось все, не работает, вернуть назад ничего нельзя. Поэтому мы переводим на ссылку, даем возможность вернуть, то есть оплатить подписку и пользоваться дальше полноценным QR-кодом с дополненной реальностью. Если это обычный пользователь, у которого нет ссылки на сайт, то QR-код перестает работать, проект до трех месяцев хранится на нашем сервере, все файлы хранятся, мы оповещаем через email-рассылку о том, что закончилась подписка, если хотите продлить, оплатите. То есть стандартная схема, как работает опять же тот же хостинг, те же домены, да? Если я не оплатил домен вовремя, он блокируется. У меня есть там 7 дней, 14 дней, пока его не оплачу. Проходит еще определенный период, там 3 месяца, и уже вернуть его никак нельзя. Ну это известно, да. Если я просто частный предприниматель, у меня есть свой сайт, ну он обыкновенный, без всех этих, так сказать, прибамбасов. Я поставил этот QR-код с вашими расширенными функциями, да? Но потом закончилась ваша лицензия, этот QR-код будет. Будет смотреть на мой обыкновенный сайт или вообще никуда смотреть? Он будет переходить на ваш обыкновенный сайт по одной ссылке. То есть заменит дополненная реальность, которая вылетает на видео или что там есть. Этого всего не будет. Будет просто ссылка, которая просто будет переключать на сайт. Понятно, понятно. То есть мы буквально недавно это реализовали, пришли к такому выводу, что мы просто переключаем на сайт. Ясно. То есть мой Enter-ZPUA останется на своем месте. И даже по этому QR-коду, правильно? Да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Если, кстати, есть идеи какие-то по поводу безопасности, хотя у нас, повторюсь, что разработчики высокой квалификации, и когда возникает какая-то идея или ставится задача, то в первую очередь мы обсуждаем как раз по безопасности. А как, насколько важна безопасность, а какая безопасность, а что мы можем сделать? Заня, еще один вопрос. А был ли опыт участия в выставках? Если да, то где и когда? Нет, не успели нигде поучаствовать абсолютно. Только стартуем. Ни на каких выставках не были представлены, но в планах есть. А вот если мы командой решим участвовать в выставке или там в форуме каком-то, будет ли со стороны компании какая-то поддержка? Можем обсуждать этот момент. В зависимости от мероприятия, от условий, можем обсуждать. Спасибо. Кстати, вы вчера там озвучивали скидку, но в течение вчерашнего дня, она в течение сегодняшнего еще работает, если подписаться. Давайте сделаем сегодня те же условия. Как я уже говорил, когда мы выходим в эфир, то можем по традиции сделать такие условия. И три месяца подписки вышлем тогда в ваш личный кабинет, промо-код, и его можно будет активировать. Значит, при оплате на год три месяца подписки сделаем подарок. Добро. Добро, спасибо. Пожалуйста. На следующей неделе у нас будут тоже встречи, где я буду показывать сам редактор, как там работать внутри. Думаю, что это будет обзор и просто ответы, опять же, на вопросы. То есть полноценная школа, она будет записываться. Ну, во-первых, сейчас уже есть у нас запись на 25 минут, которая достаточно хорошо объясняет тот функционал, который есть. Я это говорю с уверенностью, потому что несколько человек, которые просили обучения и подсказки, после рекомендации посмотреть видео, они посмотрели, сказали, теперь все понятно, все спасибо. Некоторые функции, которые новые, естественно, их там нет, их я буду рассказывать на таких наших встречах. Если вам не нужна лицензия, вы не планируете сами создавать, то, возможно, в вашем окружении есть специалисты технические, или люди, которым это интересно, либо дизайнеры. Вы можете их пригласить, они могут посмотреть, позадавать вопросы, разобраться в этом и приобрести себе инструмент, с помощью которого могут зарабатывать деньги, создавать проекты. И вам, как партнеру компании, будет это удобно и выгодно, потому что вы всегда к ней можете обратиться, вы в одной команде, и всем удобно работать, объединившись по разным направлениям, по разным, скажем так, специализациям. Хотя столкнулись с тем, что компании, которые непосредственно производят рекламу, где сидит штат дизайнеров. Немного это было удивительно, но факт остается фактом. То же самое, как 3D-модели. Это такое достаточно узкое направление, они не всегда их заказывают, и в компаниях нет такого специалиста. Хотя любому специалисту можно поставить задачу, и он там в течение недели освоит программное обеспечение, позволяющее создавать 3D-модели. Либо взять специалистов штата и так далее. Но компании предпочитают обратиться на субподряд, либо на аутсорсинг, и передать заказ в какое-то агентство, либо фрилансеру. Есть какая-нибудь публичная дорожная карта проекта? Сейчас модно на Западе, в тренде? Я понимаю, о чем говорили. Нет, не делали. Делали, переделывали. В общем, в итоге нет. Почему? Столкнулись с тем, что к нам появляется какой-то запрос определенный. Мы его обсуждаем, понимаем, что сейчас можем, скажем так, целесообразно переключиться на эту задачу, и мы переключаемся. То есть, если мы построили определенный план, мы должны ему соответствовать. Мы гибкие, у нас небольшой, скажем так, стартап на данном этапе, в плане разработки. И поэтому мы смотрим на запрос. То есть, сейчас, например, мы понимаем, что интересно зайти в копий-центр и в полиграфии. Нам нужен функционал, который позволит делать экспресс-заявку, оформлять, да, заказ. Мы это поняли в течение недели, обсудили, поставили задачу разработчикам, и понимаем, что это за две недели будет сделано. Поэтому сложно придерживаться, наверное, этой карты, хотя сама по себе эта идея, она уже предлагалась, и я о ней тоже думал. Может быть, какие-то такие большие этапы и стоит осветить, чтобы... Как по большей этапе освещают? Любую компанию возьми. Я просто сейчас интересуюсь криптовалютами. Любую валюту возьми, у всех сразу есть, зайди на их сайт. Всегда есть дорожная карта. Это в тренде сейчас везде. То есть, большие события, что в 2030 году будет вот так. В 2022 будет вот так, ну, примерно. Ну, да. Ну, есть такая, скажем, такое подподобие такой карты. Одна моя статья, там она есть в презентации, там можно на нее перейти, почитать. Вот. Там есть этапы привлечения инвестиций. Ну, на самом деле, после общения с несколькими венчурными фондами, у меня под вопросом, стоит ли привлекать такие инвестиции. То есть, поэтому, скажем так, все зависит от того, как сейчас пойдет развитие. Я понимаю сейчас, что там и европейские страны проявляют интерес, крупные рекламные агентства. То есть, если это смарт-мани, если это какая-то компания, которая по ценностям нам созвучна и действительно поможет развитию компании, то мы привлечем инвестиции. Поэтому, скажем так, вписать в roadmap план, там, первый раунд привлечения инвестиций, я не понимаю, как сейчас. То есть, мы открыты, как ко многому, да? У нас есть план внутренний, который мы не освещаем по разработке, по функционалу, ну, и по нашим там обновлениям, скажем так. Это есть, просто это не в открытом доступе. Ну, и мы понимаем, в каком направлении мы развиваемся в целом. То есть, кто наш клиент, как мы движемся. А именно в открытом доступе такой карты подумаем, подумаем еще, обсудим внутри компании. А сайт этот, который я получил, это вот ваш пока на данный момент сайт, да? Artar S и VBR Artar. Ну, там очень такая коротенькая информация с нашим кейсом, с крупным рекламным оператором Казахстана. А первый сайт, там техническая информация по функционалу и так далее. Понял. Вот, сейчас у нас есть планы, там большой функционал прикручивать, будем обновлять, будем на странице, где регистрацию человек проходит, там в планах делать некую галерею, там, и чтобы это была не просто регистрация, а будет там дополнительная информация еще на странице. Ну, когда человек переходит регистрацию проходить, там сейчас просто форма регистрации. Вот мы вынесем туда часть информации, планируем. Так что... Ну, с дополненной реальностью сейчас есть еще несколько стартапов в Украине и Белоруссии. Они на блокчейнах все создают, на криптовалютах. Веб-Айр или дополненная реальность? Все как у вас, так же, только там с играми больше связано. Очень много направлений. То есть, дополненная реальность, это, все равно, что сказать, там, бизнес, да, то есть, ну, там очень много узких вещей есть. Есть там на плоскости размещения, есть там для фотоальбомов, для книг дополненная реальность. То есть, ну, как бы направленность определенный, фокус внимания плюс технология. Например, самая распространенная дополненная реальность сейчас, это вот маски там для Инстаграма, да, это привязка там к объектам определенным. То есть, мы в это направление не идем и не пойдем, потому что у нас другая технология. Основная у вас конструктор, так? У нас конструктор и у нас на основе QR-кода, то есть, с привязкой к метке. Я понимаю, как это работает, технически. Основной наш продукт, да, это конструктор, непосредственно конструктор. Вот. С точки зрения финансов, для нас основной продукт это подписка, AR-подписка, это обслуживание проектов. Но я вот до конца не понял, как это работает, сегодня не было столько времени. Я могу в двух словах, да. А почему подписка от конструктора, почему две разные платы происходят? В трех минутах могу объяснить. Значит, наш продукт первый, это AR-лицензия, которая позволяет иметь доступ к созданию и редактированию проектов. Это доступ к редактору, к самому конструктору. Это первый наш продукт. Стоит 98 евро в год. Если человек не хочет создавать самостоятельно дополненную реальность, а просто покупает, заказывает себе проект, заказывает QR-код с дополненной реальностью, либо у нашего партнера, который имеет лицензию, либо непосредственно у компании, то человек такой просто платит за обслуживание своего проекта, за то, что этот проект хранится на нашем сервере, за то, что мы обновляем функционал, делаем рабочий этот QR-код, обновляем на новых браузерах, новых телефонах и так далее. То есть обслуживание. Человек платит AR-подписку или обонплату за каждый проект. Поэтому кто-то может платить подписку и лицензию, кто-то может платить только подписку, кто-то может платить только лицензию и сам для себя не пользоваться AR-проектами. Оплатил лицензию и на коммерческой основе создает эти проекты и передает в другой личный кабинет. Или просто людям отдает. И люди платят эту AR-подписку. Вот. Также важно понимать, как мы реализовали саму подписку. У нас, например, год стоит 24 евро, а можно купить на 10 лет AR-подписку за 100 евро. Это как? Но, купив за 100 евро 10 лет AR-подписки, это не значит, что она активируется на 10 лет сразу. А это значит, что можно активировать в любой момент любое количество проектов. Например, купить за 100 евро 10 лет AR-подписки и активировать 10 QR-кодов по году. Причем активировать можно сегодня, 2, через месяц, 3 и так далее. То есть человек платит только за то, чем он пользуется. Только платит за тот период, которым он пользуется. Фактически покупая... Я извиняюсь, пока вот и линию. Извиняя. А, допустим, можно подписать 120 проектов по одному месяцу? Можно, да. По одному месяцу можно. Можно. Кратно месяцу. Кратно месяцу можно развивать оплату. Это выгодно для компаний, для рекламных агентств, для любой оптовой компании и так далее. Сейчас ведем переговоры с сетевой компанией, которая хочет для своих партнеров создавать визитки и просто как пользователи. Ну, то есть партнеры сетевой компании будут продолжать продавать свой продукт, при этом не участвовать в партнерской программе либо участвовать в отдельной партнерской программе. То есть это не столь важно. И компания сетевая у нас просто не договаривается, а просто берет по нашей сетке цен определенный пакет за определенную цену. То есть у нас условия для всех одинаковые. Просто оптовый клиент, клиент, который покупает большое количество, он получает минимальную цену. И этот товар уже распределяет, продает, дарит. Это уже их право. То есть в принципе это классический бизнес, классическая бизнес-модель. То есть у нас есть продукт, и мы его продаем по фиксированным ценам в зависимости от количества купленного товара. Все, вот так это работает. И неважно, какой партнер подключается, какое количество подписки он покупает, у нас работает партнерская программа. Независимо ни от чего. Единственное, что мы не привязаны к процентам, потому что физически мы не можем привязаться к процентам. У нас год подписки стоит 24 евро, а в самом крупном пакете у нас подписка стоит 2 евро в год. 2 евро в год. Поэтому, соответственно, и по партнерской программе выплачивается совершенно другой процент. У нас начисляются в личном кабинете баллы. Один балл равен 1 евро. Есть таблица, которую вы можете посмотреть и увидеть, сколько баллов вы получите, если на определенном уровне совершится определенная покупка. Ну или продажа, да? Вот. Так это работает. Я бы хотел задать такой вопрос. Чего не хватает? Что непонятно? Что нужно для того, чтобы вам легче было работать с нашим инструментом? Что тормозит? Какие есть проблемы? Вопросы. Вот не просто вопросы, да, там, общие какие-то, да, а вот хотелось бы услышать, в чем сложности есть на данном этапе. Если есть у кого-то, то готов поделиться, да? Вот я с удовольствием послушаю. Женя, есть сложность какая-то во времени движений. Вот, допустим, я сегодня встречался с директором Запорожьего сервиса у нас здесь в Запорожье. Вот у них в пяти городах Мелитополь, Бердянск и Наргадар гасы. И они сегодня продумывают о том, чтобы оплачивать через QR-коды. И как раз вот я в тему пришел, и мне на понедельник назначили встречу. Ну, вот на скорость влияния, вот я уже неделю, посмотри, да, провожу встречи, я тебе выслал скриншот, у меня 150 просмотров, это практически просмотры директоров фирм, директоров магазинов, администраторов каких-то ресторанов и кафе. Но очень медленно все равно, вот почему-то, не знаю, хотя все видят продукты интересные. Хороший вопрос. Значит, первое, у нас продукт не первой необходимости. Это раз. Это надо помнить. Второй момент. Вы общаетесь с крупными компаниями. Там бюрократия, там согласование, там размышления. Продукт новый. Нужно понять, насколько целесообразно его внедрять, насколько сейчас его стоит внедрять. Это нормально. То есть цикл сделки, мы работаем с предпринимателями, с компаниями. Цикл сделки не может быть два дня. 14 дней – это очень маленький цикл. 14 дней до сделки – это очень круто, если за 14 дней продажа прошла. Вот. Плюс, все же, какой бы классный продукт у нас не был, не каждая компания скажет, да, он нам идеально подходит. Вот этот вариант, который вы сказали, что через QR-коды нужно проводить оплату. Так вот, если компании нужно через QR-код только переводить на оплату, исключительная, вот у них единая цель, сосканировал QR-код, и перешел в кошелек, и оплатил, то с определенной вероятностью, достаточно высокой, компания становится на обычном QR-коде. На обычном. Она не захочет распылять, делать видео, еще куда-то в Инстаграм вести человека. Вот. То есть, есть определенная задача, которую выполняет наш QR-код. И наша задача – донести ценность этого QR-кода, и попасть, ну, как бы, в ту боль, да, которую он решает. Но, если мы видим, что у человека есть задача, которую может выполнить другой инструмент, то есть, или у него там просто сейчас мысли на этом сфокусированы, да, ну, как бы, нам сложно ему в этот момент продать наш QR-код. Поэтому, я рекомендую провести работу с маркетологами, с рекламными агентствами, с дизайн-студиями, с копий-центрами, с полиграфиями, с компаниями, которые имеют в теплых контактах клиентов, которых они уже обслуживают. И они среди этой массы клиентов, они знают своих клиентов, они предложат, сделают правильное предложение своему клиенту, и с большой вероятностью продадут. Таким образом, у вас появится партнер, который будет пользоваться, либо лицензией, либо будет постоянно заказывать создание, у вас, либо у нас, неважно, то есть любая сделка, она приводит к партнерским вознаграждениям. Вот. Попробуйте так провести работу, с компаниями, которые в рекламном бизнесе. Если вы проводите сейчас работу, и сделка сразу не заключается, тоже не проблема. С очень большой вероятностью, сделка будет, например, через месяц, но это может быть настолько крупная сделка, что, ну, скажем так, один этот партнер, там, принесет хорошую прибыль, и будет постоянно делать определенные заказы. Спасибо большое, Жень. Спасибо вам. Жень, вот этот мульти, мульти визитку, мульти визитку, мульти визитку, который сегодня ты показал, я мог бы на своей визитке уже добавить, вот этот вариант, и показывать завтра уже, ну, вот, с новым форматом. Думаю, да, добавлю в шаблоны, проверьте, обновляйте шаблоны, там, вечером сегодня, и увидите, просто сохраните его к себе, в мои проекты. Это понятно, это понятно, как сделать, то, что я сейчас сказал. Ну, я еще не делаю, вы сделали, поэтому... Я могу подсказать. Дело в том, что, смотрите, если вы работаете с компанией, лучше все-таки в каких-то базовых вещах разобраться. Я понимаю, что там не всегда просто, и, ну, есть там какие-то технические моменты, вот, но, например, такие вещи, а как создать этот QR-код, или как его скачать, вот, сейчас, секунду, я, возможно, даже покажу некоторые вещи, потому что это быстро и понятно. сейчас. Давайте я открою, займет это максимум одну минуту, и я покажу, как это делать. Вот ваш личный кабинет. Нажимаете создать новый проект вверху. здесь вы видите библиотеку шаблонов. Прокручиваете вниз, вот здесь будет новый шаблон. Наводите мышку, выбираете его. Все. Вот ваши проекты, у вас этот проект уже сохранен. если ваш, если любой проект, любой шаблон сохранен в ваших проектах, то он имеет встроенную ссылку, вашу партнерскую встроенную ссылку. Скачать QR-код можно вот таким образом. Здесь есть иконочка небольшая, вот, скачивайте, пользуйтесь. На что обратить внимание? партнерская ссылка вот здесь должна стоять. Я проверю тоже все шаблоны, чтобы здесь стояла галочка партнерская ссылка. Вот. И тогда она автоматически встроена, вы можете показывать это как ваш пример. Жень, а мужик, который ты сегодня показывал, она как делается? Еще раз, плохо слышно было. мульти, мульти, вот эту, она как делается, чтобы там было несколько вот таких ссылочек? А, это сложный процесс, это отдельно будем рассказывать на следующей неделе, а это в двух словах не расскажу. А можно тогда нам образец... В двух словах не расскажу. Образец можно нам выкинуть, чтобы мы могли посмотреть еще? Сейчас, секундочку, да, я понял ваш вопрос. Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я добавил в шаблоны макет, вот, вы можете его уже выбрать и посмотреть, как он устроен внутри. Сейчас отдельно не буду рассказывать, как это все устроено, потому что, ну, сходу сложно будет понять, отдельно подготовим и обучу, расскажу, как это работает. Вот. И еще момент. Все, кто покупает лицензию, я лично проведу одно занятие, расскажу, отвечу на все вопросы. Более того, мы сделаем шаблон один совместно, который вы можете копировать, использовать, плюс будут добавляться другие шаблоны. то есть, все, кто покупает АЭР-лицензию на создание проектов, там, минимум на год, мы оказываем полную поддержку и обучение. Отдельное обучение, там, четыре занятия стоит у нас 88 евро, но если вы самостоятельно разбираетесь, и у вас просто дополнительные возникли вопросы, то мы можем связаться, и за это дополнительно ничего не нужно платить. Вот. Любой человек может освоить конструктор, никаких знаний программирования либо там веб-дизайна не нужно для этого. Вот. Просто кому-то это легче, он может разобраться в конструкторе за 10-15 минут, если есть опыт работы там в редакторах различных, там, с конструкторами. Если не работали ни с чем подобным, то сложнее, там, несколько дней, возможно, там, нужно осваивать несколько вечеров, посидеть, поизучать. У нас есть инструкции вот здесь, возможно, что-то уже устаревшее, будем обновлять тоже. Вот, есть уроки, обзоры, работа в аэр-редакторе, пошаговая инструкция, можно перейти. Вот. Изучайте все, что есть, можно написать техподдержку. Вот, кстати, мой контакт в Телеграме. SEO.artar можно перейти и написать мне в Телеграм. просьба писать по делу, если не можете решить, там, как-то с техподдержкой или какие-то большие клиенты, какие-то серьезные вопросы, потому что немножко не хватает времени на все, что хотелось бы. Вот. Так, мы общались чуть больше часа, я думаю, что я ответил на ряд вопросов, которые у вас были. Если есть еще, давайте последний вопрос и будем дальше работать. Спасибо большое, Жень, спасибо. Спасибо. QR-коды везде. Всегда и везде. Если QR-код где-то существует и человек хочет перейти на наш QR-код, в некоторых случаях это возможно. То есть не удаляя свой QR-код, можно переключить на наш. Если у них есть доступ к QR-коду, где они его создавали, есть такая возможность, называется Redirect. Это когда мы делаем перелинковку, то есть ссылочка будет вести с их QR-кода на наш и будет открываться дополненная реальность, которая сразу зафиксирована. То есть привязки QR-кода мы, естественно, не сможем сделать, потому что только наш QR-код является меткой, на которой дополненная реальность размещается. То есть вот такой мишка, который танцует на QR-коде, вот на их QR-коде он не может танцевать. А открываться вот такая визитка, которая просто фиксированная сразу, вот такую штуку можно реализовать. То есть тоже будет открываться камера, будет мультипроекты, видео, кнопки, все это может быть. Вот такую штуку мы можем реализовать, даже если у них уже распечатано много QR-кода, не имеет значения. В общем, сейчас спрос на самом деле большой, сегодня мне тоже позвонили совершенно по-другому вопросу, и в ходе разговора человек пять раз употребил QR-код, вообще не знаю, чем я занимаюсь, просто мне рассказывал о том, что у них там везде QR-коды, Хотя позвонил вообще по вопросу видеосъемки, там отдельные были вопросы, вот, и как бы сейчас они везде, и дополненная реальность развивается, в общем, на самом деле интересное направление, и вопрос только в том, с какой скоростью мы будем развиваться, а все зависит от нас, поэтому давайте планировать совместную работу, вот, и будем двигаться вперед. Все, спасибо за внимание, до скорых встреч в эфире. Да, всем пока. Спасибо вам, спасибо, очень приятно было. Взаимно, да, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok